Всем привет друзья, вы на канале AmazingChina и сегодня у нас распаковка сайта Алиэкспресс точнее даже обзор вот так вот упакована посылочка была ценили посылку в 7 баксов и внутри у нас SSD диск я уже открывал, смотрел но решил показать все на видео диск у нас от фирмы Kingdian вот такая вот красивая коробочка объем у нас 128 гигабайт и модель S370 покупал я данный SSD диск скажу так его нормальная цена примерно 15-17 баксов а покупал я данный диск 3-4 такая цена у меня получилась благодаря купонам которые я публикую у себя в группе ссылка на группу будет под видео в описании в общем все открываем и хочу сказать что данный SSD диск я буду устанавливать ну и вообще я его покупал для 775 сокета а кто сейчас обратил внимание на то что я говорю сразу поняли что у нас на 775 сокете разъем SATA 2 и получается скорость у данного SSD диска при подключении к разъему SATA 2 будет меньше ну в общем погнали так у нас металлический корпус сзади у нас есть QR-код который можно просканировать и получить типа официальный это диск или нет ну это официальный потому что повторюсь я покупал в официальном магазине на сайте Алиэкспресс похоже SSD диск у меня есть и установлен в ноутбуке покупал еще года 2 назад вот тут справа в углу видео можете посмотреть он работает и по сегодняшний день так что про фирму Kingdian я могу дать только положительный отзыв в общем модель повторюсь S370 объем 128 гигабайт знаете что я хочу я хочу сейчас открыть данный диск и посмотреть внутренности так чтобы разобрать данный диск тут у нас нет никаких винтиков тут просто все на защелках вот нужно короче поддеть так кому нужно фотографируйте запоминайте делайте скриншоты с этой стороны у нас ничего интересного просто вот такой вот код пайка хорошая все на высоком уровне никакого флюса в общем сделано реально хорошо так же давайте посмотрим на контакты они новые не поюзанные то есть тоже качество хорошее так и сниму эту платку закручена она на два винта так и смотрим делаем скрины пацаны банки памяти одинаковые вот они две банки и контроллер SM2258XT нужно загуглить и сейчас я вставлю информацию что значит этот контроллер ну и опять же с этой стороны все выполнено тоже хорошо качественно вот только нюанс такой видно ну я думаю это не критично так и такая вот информация подключать я данный SSD диск буду для проверки с помощью вот такой вот штучки это USB карман USB 3.0 карман данный USB 3.0 вставляется в компьютер а SSD подключается сюда вот так есть и в комп просто подключаете USB и SSD отображается как флешка и можно будет проверить замерить скорость SSD и проверить его емкость в общем все 3.4 подключаю к компьютеру повторюсь и обращаю на это внимание на 775 сокете у которого нет USB 3.0 и у которого всего лишь SATA 2 пропускная способность так друзья комп на 775 сокете Xeon E5450 GTX 750 Ti и 8 гигабайт памяти DDR2 4 слота тут у нас есть вот короче подробное видео будет на канале и есть предыдущее вот тут справа в углу можете посмотреть в общем сзади у нас тут только USB 2.0 я подключаю вот синеньким в USB 2.0 карман отобразился загорелся синим SSD диск сейчас послушаю не свистит не пищит погнали и смотрим на рабочий стол так есть у нас информация вот устройство готово к использованию заходим в мой компьютер тут он у нас не отобразился нажимаем на клавиатуре сочетание клавиш Windows R и у нас уже есть тут команда ну это у меня вам ее нужно будет ввести диск mgmt msk нажимаем Enter это на семерке в 10 венде вам просто нужно зайти пуск правая клавиша управления дисками и вот у нас определился ssd диск диск 2 называется пока я ничего не нажимаю вот он не распределен диск 2 мы нажимаем правой клавишей вот не на этом поле а вот на этом квадратике и у нас есть пункт инициализировать диск либо форматировать в зависимости от версии винды так есть самый новый формат это gpt выбирайте его даже на 775 сокете лучше выбирать gpt и теперь можно нажать создать тон есть у нас произошло создание заходим мой компьютер и вот пустой диск его объем 120 гигабайт то есть из 128 свободно 119 это нормально и сейчас переходим к тестам для того чтобы узнать информацию про ssd диск нам нужна программа crystal disk info запускаем смотрим так выбираем наш диск вот он на 128 гигабайт число включения 4 раза на самом на самом деле я его сейчас только что включал два раза и получается два раза он включался с завода для проверки то есть все хорошо поддерживает sata 2 то есть пропускная способность 300 мегабайт и sata 3 пропускная способность 600 мегабайт ну это плюс-минус их состояние вот такое по температуре кстати непонятно этот датчик по-моему фиксированный то есть настоящего датчика тут температурного нет так ну и сделаем прогон в программе crystal disk mark выбираем вот у меня есть ssd sandisk видео тут справа в углу но сейчас мы будем проверять вот этот диск 120 гигабайт 0% занято такие стандартные настройки нажимаю all так друзья что-то непонятное происходит сделал три прогона перезагружал комп перевтыкал в разные usb разъемы но скорость через usb вот этот адаптер показывается вот такая сейчас я подключу ssd диск напрямую и проверю еще раз вот через ssd адаптер вот этот который подключается в usb разъем скорость какая-то непонятная в 775 сокоте ну короче с этим карманом какая-то проблема сейчас я подключу ssd через sata разъем напрямую в материнскую плату так убрал адаптер usb и подключаю напрямую питание подключил и вот разъем sata так одной рукой неудобно сейчас подключаю и проверяем скорость также выбрал один гиб и вот ssd 0 гигабайт 120 именно этот о все да все нормально получается что через usb адаптер ну если честно этот usb адаптер точно исправен потому что я его проверял у себя на 1155 сокоте на райзене там все работает корректно получается именно на 775 сокоте этот usb карман 3.0 работает как-то неправильно поэтому результаты были некорректны в общем сейчас ждем результаты и также покажу сравнение данного ssd против жесткого диска итак тест подходит к концу вот такие вот результаты получились если честно это отличный результат повторюсь для подключения sata 2 то есть у нас ограничение упирается в sata 2 не протестировала я этот ssd диск у себя на райзене но ничего в общем он остается в 775 сокоте так и сейчас для наглядности еще у меня есть тут же установлен ssd диск фирмы sandisk тоже с алиэкспресса покупал сделаем его замеры так выбираю вот он из 120 у него свободно 112 и он у нас заполнен на 75% то есть 84 гигабайта занято из 112 и проводим точно такой же тест и вот такие вот результаты у нас на ssd диске sandisk и сейчас в конце видео я вставлю сравнение диск ssd kingdn sandisk и также вставлю замеры скорости с жесткого диска который у меня есть на 500 гигабайт всем спасибо за просмотр также рекомендую посмотреть вот эти видео